Здравствуйте! Здравствуйте! Видно? Теперь вижу вас. Ну вот видите как хорошо получилось. Меня Филипп зовут. Вы меня помните? Да, помню. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ваше право. Все. Я слушаю вас, говорите. Игнатий Тихонович. Пару вопросов по Евангелию, если можно. Я увидел там разницу первых двух Евангелий. Вот, по-моему, у Матфея он пишет, что обои разбойников поносили Иисуса креста на кресте. Да. Да, обои. А у следующего, у Марка, вот, ну, уже писали, у Луки уже вообще писалось, что, ну, он разбойнику сказал, что будешь со мной ныне в раю. А вот почему, как бы, разница, что не написал Матфея о такой важной вещи? Ну, почему не написал, мы на это ответить не можем, только знаем, что это одно и то же событие. Вначале он был против, но один потом одумался, слышал, что толпа говорит, что он не повинен, а свою жизнь он знает, и он исповедовал его, как Господа. Тут никакого противоречия нет. Ну, просто такая важная вещь, как бы, ну, одна из самых важных вещей, особенно в наше время, ну, и указана только у одного Евангелия. Ну, это Дух Святой так порешил. Говорит, все писание Бога духновенное, и нам тут нельзя ничего вставить. Нужно принять, как есть, и исследовать написанное. Я понял, просто ничего об этом не сказано, я не оспариваю, а просто думаю, может быть, вы знаете. Ну, вот есть такие события, прям крайне необходимые, чтобы было подробно. А другое, Малху отрубил ухо, Малх этот нигде не встречается, слуга. Зачем он назван? А женщина, которая показала путь ко Христу, самарянкой, не указано ее имя. Мы, конечно, вопросом задаемся, ответа никакого нет. История знает, ее жизнь была фатина. Это уже предание церковное. Понял. Дальше. Почему такая... Есть ли какой-то смысл? Ну, мы знаем, в Евангелии почти в каждом стихе смыслы какие-то сакральные есть. И вот у каждого евангелиста упоминается Симон Кириянин, который помогал Христу нести крест. Ну, его, как бы, пишут, что заставили, ну, заставили нести. То есть, его заставили, или он сам вызвался? И в чем смысл вот того, что, ну, если такое важно, если это так важно, что каждый об этом вспомнил, в чем смысл? Есть какой-то сакральность? Есть. В первую очередь, мы соучаствуем в страданиях с Господом. В трудные минуты Он избирает нужные себе сосуды. Это одно. Второе. Я говорю, есть жития святых, это 1173 биографии. И это православная церковь и есть с первого века. И дальше дальнейшая жизнь Симона Кириянина. И далее говорится о его жизни. И мы можем брать с нее пример. Он является крестоносцем в подлинном смысле. А не то, чтобы, как сейчас, ну, берут на себя люди деревянный крест и несут. А это буквально. И извлечь отсюда для себя полезно, очень даже легко. То есть, когда Господь в невыносимых условиях, как бы, все на себя берет, Он ищет, кто понесет крест, облегчит его страдания. А какое мы должны взять? Ну, я имею в виду, он святой, этот Симон, или не святой? Да, святой. Биография его говорит об этом. Полностью все житие. Вот, допустим, я про ту же Самарянку сказал. Никодима. Никто не знает, какая дальше его история. А жития прямо указывает. Вот мы знаем Марк. А как он кончил жизнь? Где он был? Епископом был в Александрии. А Фома? Фому Господь отправил в Индию. Большая биография его. Церковь – это огромное поле живых людей. А люди, которые сегодня образуют что-то, называют динаминацией конфессии, это сатана слово ересь, прикрыл такими словами. У них ничего нет, истории нет. А церковь идет от христовых времен, от первого века, и поэтому все сохранилось. Кроме того, как казнили Петра Павла, это все описано. На 12 июля по новому стилю, их житие. Петра распяли вниз головой, а Павлу, как римскому гражданину, его нельзя было распинать. Ему отсекли голову. Подробно написано, как Лука закончил жизнь, откуда он. Его биография называется «Житие святых». Все это есть. Я их насчитывал, и на нашем сайте они все до одного есть. Так что церковь – это сокровищница. И отвергать церковное предание – это неразумно. Понял. О евреях. Я слушал одного раввина. Ну, там, семейные лекции, там, без относительного толкования Библии или там чего-то. Ну, такие для семьи, как бы, как их себя вести. Но он все равно там иногда упоминал, что он сказал, что евреи пострадали. И вот этот холокост, ну, от немцев частично из-за того, что у них было массовое, особенно среди интеллигенции, тотальное преклонение преднемецким народам, как высококультурным, высокообразованным и этим. Ну, то есть, значит, в конце 19-го, в начале 20-го века. То есть, особенно среди евреев ходило это все европейских. И он, ну, это травин так говорит. А есть ли какой-то смысл, скажите, какой смысл в уничтожении евреев вот сквозь призму Библии? Ну, если они так говорили, то мы припомним слова Серафима Саровского. Он говорит, увлекались с французами. Все везде на французском языке. А Наполеон пришел. Здесь увлекались немцами, пришел, немец и показал. Гитлер один из самых умных людей был, при условии, что нет Бога. А раз Бог есть, это был просто дьявол в человеческом образе. Он прикоснулся к народу Божию. И поэтому участь его была обречена. Кроме того, одна из причин, из-за чего евреи это претерпели, они там на каком-то базарском своем съезде решили свергнуть монархию в России и всю клевету возвели на Григория Фимовича Распутина. Более оклеветной личности нет. Они из-за него потерпели. Думаете, что оклеветан? Да, оклеветан. Все, сколько исследовали, уже сто лет, как убийство нынче совершилось, сто лет, и ни одного факта не подтвердились. Никакого. Программа была поставлена о сквернении человека через него царского режима. А почему? Почему? Ну, понятно, вы не можете ответить. Но почему Бог не управил, что, например, сейчас Николая II семью канонизировали, а вот Распутин до сих пор такие противоречия вызывает? Ну, как бы, я верю, что Бог, ну, Он, как бы, управляет все равно этими всеми канонизациями в какой-то степени. Мое личное мнение. Канонизации никакой не должно быть. Первое, Коринфянам 4, считаем 5. И говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветится окрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала. Не надо ни анафеме предавать, ни канонизировать. Я не о канонизации, если честно, я пророчил, конечно. Но я вот именно хотя бы в правде. До сих пор многие, половину священства, они о Распутине не очень отзываются. Я знаю, я был во Франции, священник говорит, масонская закваска сыграла роль. Сами они не молились, откровения не имеют. Роль его смерти за 2000 лет никогда никем не была превышена. Он заранее предсказал, если убьют и члены царской династии будут, то не будет больше монархии. Все погибнут. И две монархии рухнули. Мировая история пошла другим путем из-за убийства одного человека. Но это сегодня никто и не скрывает. Была назначена комиссия временным правительством. В нее входил Александр Александрович Блок. Ни одного слова не подтвердилось, что на него говорили. Где-то там гулял, какие-то у него сексуальные наклонности. Ничего, ни одного слова нет. Просто поставлена задача клеветать. А клеветали и больше ничего нет. Думайте. Тут так и есть. Мы скажем, почему Матрону, Матронушку канонизировали, а Серафим Масаровска ни один архиерей не проголосовал за его канонизацию. Державным указом своим царь Николай II указал там канонизировать. И канонизировали. Поэтому люди способны и ошибаться, и быть недальновидными. Я лично против канонизации. Это предвосхищение суда Божия. Я тоже отвечу. Дальше. Игнатий Тихонович, вопрос. Он, если не хотите, можете не отвечать. Александр Калинин, Саша Калинин, если вы слышали о таком... Да, слышал. Который сейчас тоже ведет некоторую... В Ютьюбе видео вылаживает. Нехороший парень, видно. Чуть эмоциональный, но хороший. И у вас был с ним разговор, и он, и у вас нет уже этого видео. То есть, было какое-то недопонимание. Вот мне было бы интересно, оно удалено или оно как-то называется просто по-другому? Есть это видео у вас? Вот у меня одно. А как... Я пробовал найти, и не получалось. Это вы его спросите. Оно у вас есть, да, это видео? Я не могу знать. Я знаю только то, что он поступил крайне неблагоприятно для себя. С жалобой в Ютьюб, что... А он согласен был на записи, и кто-то что-то ему сказал, и он начал, чтобы эти были убраны. Я говорю, ну убирайтесь. Это его инициатива была, не моя. То есть, его нет, навсегда? Я не знаю даже. Я понял. Я совершенно... Я не стал защищаться, я легко бы доказал, потому что мы разговаривали, я спросил разрешение. Ну а он поступил совершенно не по-христиански, и поэтому мы связь прекратили. Которые вот так люди поступают, у меня с ними больше разговора не будет. Если он предал один раз, почему он не предаст меня второй и третий раз? Понял. Ну он о вас хорошо отзывает. Ну я против ничего не имею, хорошие разговоры были. Но я ему говорил, что вот это твое воскрешение и проще, это обман. Отрекись от этого и никогда не поминай больше. Трудись для Бога. А он христианин, ни поста, ни бороды, ничего нет. Себя за православного выдает. Зачем ты это делаешь? Он уже бородатый и пост, я думаю, соблюдает. Он неоднократно пытались выходить на меня, я уже никогда на связи с этими людьми не иду. Почему? Потому что жаловаться в администрацию, и чтобы убрали ролик... У меня был один, ну как будто бы я похитил ролик. Я веду занятия в университете, моя аудитория, а аудитория моя. Мой контингент, сидят представители администрации, КГБ, там кого только нету. Они заявили претензию, что это их ролик, а снимает наш священник. И только тогда уже переговорили и сняли эти претензии. То есть нападает совершенно безумно. Их не было ни одной секунды, при том с Украины где-то. У меня тут один священник, мы с ним беседовали. Хорошие беседы, 9 роликов, 9. Он священник-то. Но вот его стали повышать где-то в миссионерский отдел. Он сдурел. Он стал гоняться. Уберите эти ролики, ему надо хорошо выглядеть. А там он разговаривал открыто. И эти ролики были размножены. Он стал проникать, взламывать. Такую подлянку делает. Ну что это по-божески? Вчера же день мы не вернем. Это наши разговоры. А эти-то ролики, наоборот, стали везде распространять. Я их не касаюсь. Это мои ролики. Я их заложил в свое время, они будут выставлены везде. Он с ума сошел буквально. Потому что ему там накинули зарплату. Ну, поставили миссионерский отдел. А миссионерский отдел нельзя создать. Нельзя. Это подделка сатаны. Они могут благовестнические, певческие, регенские. Какой отдел? Господь посылает только по два. По два. Всегда. Всех по двое посылает. И труд Духа Святого. А они этого не знают. Миссионер знает, стоит ли говорить. Это первое. Второе. Что говорить? Бог открывает душу. О чем Ян Златоуст говорит? Что у человека, обращающего душу другую, должны быть тысячи талантов. Тысячи. А у того, кто крестит, священник, ни одного таланта не надо. Лишь бы был священник, он погрузит в воду. А они отделы, получая деньги. Это жестоковыные, с железными, говорит, жилами в шее. С медными лбами. Я их всюду показываю. Это обман. Вы можете быть проповедниками. Проповедник хороший был Гитлер, Керенский, Ленин. Проповедник свои идеи. Благовестие касается христиан. А миссия – это труд Духа Святого. Понял. Игнатий Тихонович, сейчас будем обращаться к вашей эрудиции. Не эрудиции, а начитанности. Давайте по некоторым писателям, коротко, если можно. Вы часто вспоминаете, ну не часто, но бывает Владимира Соловьева, вот его три разговора, и там поверь для бандитов. Насколько это по-вашему, ну не то чтобы пророческое, но насколько оно, чем он двигало, ну что двигало им? Это художественное произведение, или это какое-то у него было знание извне? Ну, на этот вопрос точно мог бы ответить он. Я очень хорошо знаю этого русского философа, идеалиста Владимира Сергеевича. Поэзия его прекрасно мне нравилась, я много стихов знал наизусть. А говорить о трех разговорах антихриста, они не противоречат тому, что говорят святые отцы, приближая к сегодняшним дням. Вы можете принимать или не принимать. Я его не рекламирую, но говорю, что есть такой труд. Вы положительно? Положительно. Можно читать. Евреи, специальное дерево, там у них аллея мира, посажено дерево, ради него. А чтение о Бога человечестве? Да. Это нормально? Нормально. Но его обвиняют за связи с католиками где-то, и я в этом не вижу никакого ущерба. Как сейчас нападает на патриарха Кирилла за встречу с Франциском. Он ничего не сделал, патриарх. Уже все продано католикам. И вид какой священников, и крестить не хотят. Все католично. Что вдруг загомозились-то? Патриарха обвинять и не надо здесь. Дальше. Сейчас назову три. Датские, вот что у нас. Сюрин Киркегор, его смерти, его философия христианская, потом Паскаль, его христианская тоже философия. В общем, о западных вот этих христианских философах. Вы кого-то можете порекомендовать, чтобы он не уводил мне туда, но чтобы так как бы пища была. Вы первого кого назвали? Сюрин Киркегор. Не знаю совершенно. А у Паскали много хорошего. Ну, Киркегор, ну, как бы, если брать так, знаете, поверхностно, у него была идея, что к Богу он был против веры, веры традициональной. Ну, как бы он говорит, что вера, истинный прорыв к Богу невозможен через традиции. Вот как с детства, знаете, вот детей, они учат, там, ходят в церковь. Он проповедует вот это, что должно быть в какой-то момент отчаяния, то есть только после отчаяния истинный будет с Богом, ну, свят на ладу. Об этом говорит Игнатий Брещанинов. Пимен Великий говорит, держи ум свой в ваде, и начало мудрости страх Господень. Если ты этого не испытал, начни сначала, потому что это никак не противоречит святым отцам православной церкви. Ну, он конца 19 века, вот этот вот, Сёрен Керкигор, был, и он, ну, то есть, даже если, ну, отчаяние какое-то жизненное, вот, знаете, поиски к Богу, уже, ну, поиски вот эти должны быть, ну, духовные, вот это, знаете, ну, экзистенциальные муки, скажем так, понимаешь? Так, вот нападает иногда что-то католики, вот Фома Кимпийский, а это его труд, там, как-то, кажется, восхищение к Богу, что-то такое есть. Она занимала первое место после Евангелия, и я ее насчитал и распространил по всей стране. Пленка. Меня сильно обвиняли за это. Ну, пожалуйста. Я говорю, а как же, ну, я беру уж таких самых известных русских, как Пушкин и другие. Настольная книга ее имели, как «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Фома Кимпийский, какой? Кимпийский? Да, Фома Кимпийский. А подражание, кажется, Богу, как-то вот так называется, труд. И я его насчитал на пленку и размножил сотни экземпляров по всей стране. Очень хороший труд. Ну, не все нападали, но некоторые нападали. Дескать, католиков распространяете. Я не католиков, а труд Духа Святого. Понял. Еще, Игнатий Тихонович, о последнем. Ну, я, просто я, если честно, к вам, вот у меня, я сейчас на больничном, и у меня время появилось. И я 5 минут, знаете, накинул эти вопросы, у меня их вообще было больше, когда походу я просто не записывал и забыл. Ну, ваше мнение о вот моем любимом Серафиме Роузе? Да. Самое положительное. Почему вы его не упоминаете? О Новом ничего он не сказал. Это только перебирает житие святых. Хорошее место, где он говорит, когда люди обмирают, вот этот переходной момент, аккредическая смерть, это особо сильно действуют духи зла на обман. Вот это я говорю. То есть, что его издает, я все считал. Но ничего нового он уже сказать не может. И поэтому я его и не упоминаю. Я скажу, я очень тоже, вот слово о смерти, там Игнатия Бринчанинова, Осипова. Ну, они, конечно, все вокруг, ну, отталкиваются от Игнатия Бринчанинова. Ну, я их, как бы, меня это очень интересало. Я посмотрел, ну, в Ютьюбе почти все ролики, которые я нашел о вот этой клинической смерти, как я и Сашу Калинина этого нашел, этот. И я уже не могу найти, вот была такая история одна, какая-то женщина рассказывала, что вот она тоже умерла, как бы, и ее встретили какие-то люди, то ли, ну, она знакомая, то ли незнакомая. И как бы начали, ну, пойдем, пойдем с нами, куда-то начали вести, такие добрые, пойдем, там будет хорошо. И говорит, и с каждым каким-то вот там времени нет, ну, с каким-то этим отходом дальше от тела, говорит, они становились все грубее, грубее, начинали меня тянуть, начинали пихать. Ну, оказалось, что, как бы, вот эти часто люди, которые переживают эту клиническую смерть на короткое время, их, как бы, что-то хорошее встречает, и они потом говорят все, что вот хорошо, там нормально. А потом вот эти бесы, они, как бы, сразу могут играть хорошие. Ну, и чем они понимают, что человек не возвращается назад, они становятся злее и злее, и, ну, и уже потом затягивают. Это тоже, ну, вот, я, кстати, у Серафима Роуза это услышал тоже. И уже за третьим разом, когда я в аудио прослушал эту книгу, понимаете, вот, надо постоянно такие книги читать, потому что ты их никак-то не запоминаешь с первого раза. Да, ну, бывает, ну, за каким-то уже аж разом что-то новое. Вы можете зарядить в интернете Клавдии Устюжанина. А я, да, я, да. Вот она в морге была обнаружена. Это не адмирал, она умерла. У ней свидетельство о смерти. Профессор Неймор делал. Я с ней встречался не один раз. И мои... Я, я этот... Ну, я сын ее Андрюша, он сейчас струнен с священником Андрей. Вы говорили, как она к вам пришла, там, переживала. Ну, в общем, это не мне, это вы, я слышал вас. Да, да, вы там меня спрашивали, поэтому я отвечал, как есть. Состояние какое было духовное. Вот. Понял. Ну, Игнатий Тихонович, я вижу, вы так уставший немного, или может... Нет, 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 я совершенно свободен. У меня, как бы, я вопросов старался кратко, конкретно, ну, вам задать, и думаю, будем заканчивать. Но хотел бы вас с ваших молитв тоже о моем здоровье. У меня, наверное, грыжа межпозвоночная, а мне работать надо. А у меня три грыжи на позвоночнике, три. Я всю жизнь на стройке, надорваны. Я хочу не смутить вас, просто спросить. По-семейному у вас лучше дело стало? Да, 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 потихоньку. Ну, ну. У меня, в общем-то, лучше и в духовном плане для тебя. Да храни вас, Господь, я переживал за вас. Ну, не, у меня, как бы, я избавился от кое-чего очень плохого у себя. Ну, чудом, чудом. Я не этим, не какими-то своими усилиями, а вот чудом Божьим. Ну, идет потихоньку, не говорю, что все замечательно. Ну, я уже несколько месяцев болею, правда, с этой спиной. Ну, на ферме свиней ловить по 30-40 килограмм, оно тоже. И вес лишний, и оно. Сейчас нога у меня эта стерпнет, ну, постоянно. Воли, вы понимаете. Вы, если можете, там, помолитесь по здоровью. Спасибо, Христос. Сейчас же прям сразу вместе, как закончим разговаривать, встанем на молитву. У нас мы считаем три святоя и сто поклонов. Чтобы Господь устроил по воле своей святой. Мы Ему доверяемся. Понял. Привет, Никите, Володе, вашим... На работе придут, я скажу обязательно. Я как-то начну записывать вопросы более такие конкретные, потому что это было буквально, у меня быстро собралось. А я еще, может, когда-нибудь позвоню. Просто у меня и времени нет, а вот сейчас на больничный взял я и решил позвонить вам. Вы же знаете, мы проезжали по Скандинавии. Да, я же, конечно, вы рассказывали. Да, да, Дания, Дания нас очень хорошо приняла. Книги мои сразу взяли в Королевскую библиотеку. В Швеции была поломка. В Финляндии ждали, там уже собрались, уже и билеты на паром купили. А нам пришлось срочно изменить. И там, я не знаю, Карспу, Ру или какого-нибудь, переплыли мы оттуда в Литву и утащили нас в Калининград, Кёнигсберг. И там тогда отремонтировали. Важная шестеренка, передачи там горючего или что-то внутри мотора. Я понял. Я еще хотел вам сказать, я вот вас смотрю, но я в основном только скайпы слушаю. Я извлекаю звук, слушаю на работе ваши скайпы. У вас хотел спросить, у вас тоже что-то или произошло, или что за последние несколько месяцев? Вы стали чуть вроде помягче людьми. Или ничего? Мягче. Какой вопрос? Если это враг какой-то, я ему должен выдать то, что Писание говорит. Для меня авторитетов таких, чтобы я не сказал ему, никого нет. Вы меньше говорите, ну какой же ты христианин. Нет, но если он нуждается в этом, я скажу. У меня ничего не меняется. Я обратился 54 года назад, и первые дни, и сегодня я как будто бы в этом дне и родился. Если я не ищу своего, никому не угождаю, ясно дело, у меня задача во свете Библии на все и смотреть. Понял. Да я еще подумываю. У меня, правда, книг много. У меня уже жена говорит, куда ты их покупаешь, сколько. Подумывал вашу книгу купить. Ну, тут ваши книги несколько купить этих. Ну, с феофилактом, Библией. Да, с толкованием. Ну, тут здесь, в Дании, дорого. Я раз покупал в Москве книги, мне присылали. Я 100 долларов за 6 книг только налога заплатил. Да, пересылка дорогое, удовольствие. Нет, я пересылка, книги я купил, и в Дании мне еще налог, ну, книги не отдавали, пока налог не заплачил. Ну, надо так написать было бы, уж как-то так делать как-то. Вот у меня сейчас выписали книги, полностью все 38 книг из Испании. Шли долго, два месяца все дошли. Тут же сразу, там один пишет из Италии, и как через Украину, или как, что-то не слышно. Книги-то кончаются. Поэтому я... А у вас книга напечатанная есть, а ваша биография? Да, есть. Называется «Для слова Божия нет уз». Если бы были рядом где-то, это недорого было бы. Это 700 рублей всего. Слушайте, а у вас в PayPal такая система работает, подключена? Нет, нету. PayPal не подключена? Нет, здесь в Астрюл и ВКонтакте. Этот. Но я бы вот вашу биографию купил бы. Биография, там у меня целая книга, 750 страниц обо всем. Как в тюрьме был я, и какие были публикации здесь, в дальнем зарубежье, поездки по Америке. Все. Книга из одних документов почти. Она считается, как говорят, на одном дыхании. Игнатий Тихонович, вы мне напишите данные Western Union. Я никогда вообще в жизни Western Union ничего не пересылал. Данные и сколько стоит с пересылкой, если купить вот эту книгу, вы мне напишите. Я запишу. Я напишу, напишу вам. От Western Union ничего не надо знать. Вам десятизначное число дадут. Вы мне его пересылаете на мою фамилию и говорите, ваше городе, все. Я иду, это же деньги получаю. И вы мне скиньте в рублях, ну понятно, здесь будет... Нет, я не в рублях, за границу не в рублях. Я вам скину в долларах или в евро. Ну, скидывайте так. Я скину, скину, сейчас прям поговорим, я сразу это сделаю. Я не знаю, когда я буду в городе, и когда я зайду, я узнаю, где, потому что я еще конкретно не знаю, где даже... А Western Union, она очень распространенная. Вы мне скиньте цену, уже с пересылкой, за одну вот эту книгу пока. Хорошо. Я вам дам цену на толкование полный Новый Завет и на для Слова Божия нету с Кристином Православии. То есть вот эти, которые более... Ну, они раздельные друг от друга идут. И я, если я отправлю деньги, я вам сразу в скайпе напишу. Хорошо. Ну, все. Все, с Богом. До свидания. С Богом. До свидания. Сейчас помолимся сначала, давайте. Господи, благослови. Все, закрывайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Откровит.